МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВЗРЫВ ВЗРЫВ 1993 год. После распада Советского Союза Россию лихорадила. Хаус царил во всех государственных учреждениях. Именно в это время в стенах экспортного управления Минобороны появились представители Королевства Марокко и выразили желание закупить несколько образцов современной советской бронетехники, в том числе танки Т-80У и самоходные арт-установки Мста-С. Но особенный интерес покупателей вызвали новейшие БМП-3. Был подписан такой маленький контракт, где по нескольку экземпляров современной российской техники были поставлены, по легенде, в одной из стран. Хотя личного обращения, скажем, того же короля, какого-то там царя, или еще и мира, или шаха, не было. Отсутствие официального обращения выявилось поздно, когда было начато следствие по сомнительной сделке. Но было поздно. Эшелон с бронетехникой уже был в Англии. По информации российских спецслужб из Англии, БМП-3 была переправлена военным кораблем на секретный полигон в Соединенные Штаты. Изучив российскую боевую машину, эксперты пришли к феноменальному выводу. Оказалось, что БМП-3 полностью соответствует американской программе создания оружия будущего. Сегодня наш фильм о лучшей в мире боевой машине пехоты, которая создавалась для поддержки танков, а сегодня фактически вытеснила их с поля боя. Вы узнаете, почему министр обороны США Макнамара хотел затопить Европу, и зачем Хрущеву был нужен летающий танк. Кто придумал самый оригинальный способ охоты на бронетехнику, и для чего БМП необходима лазерная пушка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Щит и меч пехоты". В 1959 год. В Москве открылась американская торговая выставка. Советские граждане впервые познакомились с достижениями капиталистического хозяйства. Цветными телевизорами, пластиковыми пакетами и Кока-Колой. Но более всего поражали стенды автомобильных заводов. Глядя на роскошные Кадиллаки, Линкольны и Форды, становилось ясно, советский автопром отстал намного, если не навсегда. Здесь же на выставке Никита Крущев получил от молодого вице-президента Никсона приглашение прибыть с ответным визитом в Вашингтон. Многим тогда казалось, что это реальный шанс улучшить отношения двух великих держав. Что думают советские люди о предстоящем обмене визитами глав правительств Советского Союза и Соединенных Штатов Америки? Домашняя хозяйка Анастасия Михайловна Гордиенко сказала нам. Я от души одобряю эту поездку и надеюсь, что в результате ее мы, матери, будем более спокойны за будущее наших детей. Но надежды на потепление отношений США и Советского Союза рухнули 1 мая 1960 года. Родина высоко оценила подвиг воинов. В Свердловске состоялось вручение правительственных наград офицерам и солдатам, сбившим шпионский самолет. Вот они, славные защитники мира. Капитан Шелудько, майор Воронов. Взбитый над территорией СССР американский самолет шпион вновь накалил взаимоотношения между сверхдержавами и вплотную приблизил их к атомной войне. США обладали колоссальным преимуществом в ядерных зарядах и средствах их доставки. Аэродромы стратегической авиации находились в Европе, совсем близко от границ СССР. Единственное, что мог противопоставить Советский Союз в случае начала военных действий, стремительный захват западноевропейской территории с тем, чтобы лишить американцев удобных баз. Тогда была четкая такая военная доктрина, что основной театр военных действий – это западный театр военных действий, что мы должны на первом этапе фронтовой операции выйти на западный берег реки Рейн, а на втором этапе уже выйти на Ла-Манш. Ударной силой советского Блицкрига должны были стать армады танков. Советские Т-55 были маневренны, обладали солидным вооружением и броней. Но самое главное – на них была установлена противоатомная защита. Секретно. 24 октября 1960 года. Вашингтон. Президенту США Эйзен Хауэлл. Реализация советской военной доктрины совершенно недопустима. Захватив Европу, Советский Союз лишит нас стратегического плацдарма. Нам нужно выиграть время, пока наша авиация атомными ударами не уничтожит промышленный потенциал СССР и не сломит волю к сопротивлению. Министр обороны США Макнамара. Для сдерживания советских танков командование США срочно перебросило в Европу тактическое ядерное оружие. Удивительно, что его основной целью были не танки, против которых атомный взрыв малоэффективен, а пехота. Как известно, танковые соединения не могут действовать эффективно без поддержки стрелков. Любой вражеский солдат с базукой был для них смертельным врагом. Помимо тактического оружия, в Соединенных Штатах были разработаны и другие способы защиты от советской танковой угрозы. В начале 1960 года советская разведка засекла повышенную активность войск возле крупных водохранилищ Западной Европы. Вскоре выяснилось, что по приказу министра обороны США Макнамары американские саперы минируют все плотины. В случае начала боевых действий их взрыв привел бы к крупномасштабному затоплению. Единственному способу остановить наступление советских танков. Обеспечивать переправу через зоны затопления также должна была советская пехота. Но под огнем противника и ударами тактических ядерных зарядок мотострелки остались бы без защиты и огневой поддержки. Для решения этой проблемы в начале 60-х годов в Советском Союзе были разработаны плавающие бронетранспортеры. Но они прикрывали солдат лишь на марше и имели слабое вооружение. Советской армии был нужен принципиально новый вид бронетехники, совмещающий функции плавающего бронетранспортера и штурмовой машины. Машина для пехоты, которая бы не просто как бронетранспортер подвез пехоту, а дальше воюет там хоть ползком, хоть бегом, хоть как угодно. А такая, с которой можно было бы воевать с самой машиной, но при необходимости можно было спешиваться и там как говорится, выковыривать противника из разных укрытий, окопов там и так далее. Новый вид бронетехники, получивший название боевой машины пехоты, был разработан в 1966 году на Челябинском тракторном заводе под руководством Павла Исакова. БМП-1 значительно усилила советские мотострелковые части. Герметичный корпус защищал от оружия массового поражения и позволял машине уверенно плавать со скоростью 7 километров в час. Благодаря гусеницам БМП значительно превосходило по проходимости колесные бронетранспортеры. А когда мы на первых учениях выскочил и веером развернулся батальон на БМП, это было незабываемое зрелище. Нашего командира дивизии генерала Соколенко при полне чувства он говорил это не пехота, это бронеполк. БМП-1 созданная на базе плавающего полярного вездехода имела оригинальную компоненту. Двигатель располагался в передней части и дополнительно защищал экипаж. Он обладал мощностью 300 лошадиных сил, позволял машине развивать скорость более 60 километров в час. БМП когда идет 50-60 км в час, оно летит через пригорки, подпрыгивает, такой ух, это что-то, это просто ну, я не знаю, это вот если вы меня спросите о трех самых высших удовольствиях в моей жизни, я одно не буду называть, это на усех, а вот два из них одно это атака на БМП. Это высшее наслаждение. В обращающейся башне было установлено 73-миллиметровое орудие, созданное на базе станкового гранатомета. Оно могло поражать танки на расстоянии до километра. С орудием был спарен пулемет. Кроме того, БМП-1 получила управляемое вооружение в тур малюнка. Впервые о существовании БМП-1 на Западе узнали в 1967-м году, после парада, посвященного 50-летию Октябрьской революции. Впрочем, большинство специалистов НАТО отнеслись к новому классу бронетехники скептически, считая, что с теми же задачами вполне справятся обычные бронетранспортеры. Но события на Ближнем Востоке резко изменили ситуацию. В 1973-м году, во время войны Субного дня, египетское подразделение на БМП-1 переправилось через Суэцкий канал и захватило целый арсенал современного американского оружия, поставленного Израилю. Для расследования причин была даже создана специальная комиссия Министерства обороны США. Эксперты Пентагона были единодушны в оценке. Успех в этой операции обеспечили уникальное качество советских БМП. Комиссия рекомендовала срочно разработать аналогичную боевую машину для американской пехоты. Изучив материалы разведки и захваченные в Египте советские БМП, американские специалисты выявили недостатки ее конструкции, главным из которых был неудачный комплекс вооружения. Пушка «Гром» имела маленький сектор наведения вертикальной плоскости и низкую точность риги. Тур первого поколения «Малютка» со сложным ручным наведением также не отвечал требованиям времени. Создавая свои БМП семейства Брэдли, американцы в целом сохранили компоновку советской машины, но кардинально изменили вооружение. Секретно 10 июля 1974 года Москва начальнику Генерального штаба вооруженных сил СССР США начались испытания опытных образцов принципиально новой боевой машины пехоты. Отмечается высокая эффективность скорострельной 25-миллиметровой автоматической пушки. Начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил СССР. Скорострельная пушка стала идеальным средством борьбы с живой силой противника, легкой бронетехникой и штурмовыми вертолетами, которые появились в 70-х годах. Вооруженная новой пушкой и полуавтоматическим Тур-Тоу первая американская машина превзошла советскую поогневой мощи. В 1974 году Курганскому машиностроительному заводу было поручено разработать БМП-2. Это событие совпало с приходом заводской КБ главного конструктора Александра Благонравова. Танки были семейным делом Благонравова. Отец будущего конструктора стоял у истоков создания советских танковых войск. и даже некоторое время возглавлял бронетанковое управление Красной Армии. Мать была одной из немногих женщин, окончивших Академию механизации и моторизации РКТА. Тем не менее, Александр после школы не был уверен в том, что хочет продолжить династию. Отец много со мной разговаривал по этому поводу. Поэтому, когда надо было выбирать профессию, его друг меня уговорил. Вот, поступай в Академию бронетанковых войск. То есть, чтобы преемственность была полная. Александр Благонравов оправдал надежды родителей. К началу 70-х он уже был известным военным ученым в области танкостроения. Но неожиданно он бросил научную карьеру и переехал из Москвы в Курган, чтобы там своими руками создавать боевую технику. Дело в том, что у мужика должна быть работа. Вот, что. А работы было очень много. Александру Благонраву предстояло не просто создать БМП следующего поколения, а выработать новую идеологию такого класса машин. Созданная концепция и сегодня является общепризнанной во всем мире. Но тогда начинать ломку старых представлений было невероятно трудно. В 1975 году в Вашингтоне прошли секретные слушания о новой оборонной политике США. Учитывая гибельность ответного советского ядерного удара, новый министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Шлессингер предложил теорию ограниченной ядерной войны в Европе. Секретно 20 августа 1975 года Вашингтон из выступления перед Сенатом США. Если атаки избирательных ядерных ударов не повлекут больших жертв среди гражданского населения противной стороны, то ответный удар по американским населенным центрам сдерживался бы мощным резервным потенциалом США, способным уничтожить города противника. В этом случае последнему остается или бездействовать, или тоже отвечать ограниченными ударами. Министр обороны США Джеймс Шлессингер. Инструментом для выполнения новой стратегии служило новое поколение крылатых и баллистических ракет высокой точности. Итак, ястребы НАТО не унимаются. Все с большей силой раскручивается маховик гонки вооружений. Военные расходы на все эти трайденты, ракеты МХ, крылатые ракеты достигают новых рекордных величин. И вновь наиболее эффективным ответом СССР на новую американскую угрозу был стремительный захват Европы. Между тем, вокруг важнейшего ее элемента боевой машины пехоты разгорелись ожесточенные споры. Ваганрау настаивал на установке скорострельной малокалиберной пушки. Против этого категорически выступало главное ракетно-артиллерийское управление, предлагавшее установить орудие Зарница, то есть модернизированное орудие первой БМП. Не надо 30-миллиметровую пушку, пускай будет это орудие Зарница, она на 1300 метров может с вероятностью 0,9 с трех выстрелов попасть в танк, вот, с такой, в общем-то, невысокой вероятностью. И пришлось нам делать, заставили через военно-промышленную комиссию, заставили нас делать боевое отделение еще вот с орудием Зарница. Автоматическая пушка, созданная знаменитыми тульскими оружейниками Василием Грязевым и Аркадием Шипуновым, имела темп стрельбы бронебойными осколочными снарядами 600 выстрелов в минуту. Это было великолепное орудие. Не случайно позже его установят на штурмовых вертолетах Ми-28 и Ка-50. Но размещение пушки на БМП осложнялось сильной отдачей, сотрясающей башню легкой машины. Мне пришлось больше всего заниматься вот этим вопросом. Буквально там месяцами. В Подольске на испытаниях на специальных местах того, чтобы выходить на полигонные испытания, мы в мир ушли, в научно-исследовательскую работу. Но нашли решение. В начале 1976 года опытные образцы БМП-2 с разными боевыми отделениями были привезены на полигон для сравнительных испытаний. Вывели танк Т-72 вот такой на качество цели. Поставили его боком, потому что даже зорница его в лоб не возьмет. Ну, выстрелили из зорницы в борт. Ну, танк потом механик туда сел, завел и поехал. там чего-то повреждено было, но подвижность он не потерял. А из тридцатки выстрелили, а тут баки с дополнительным топливом, они все вспыхнули, получился такой огневой столб примерно метров на 80 высотой. Ну, все сторонники тридцатки, конечно, были в восторге. Однако представители ГРАУ обвинили специалистов Курган-машзаводов в подтасовке результатов испытаний. Вскоре Александра Благонравова вызвали в Москву. Главком сухопутных войск генерал армии Павловский обвинил главного конструктора БМП-2 в некомпетентности и в том, что отказываясь ставить пушку зорница, он ослабляет новую машину, а значит и все сухопутные силы. В ответ Благонравов заявил, что готов немедленно оставить свой пост и вышел из кабинета ошарашенного начальства. Отстранять главного конструктора в разгар госиспытаний не стали, но взаимоотношения с командованием были окончательно испорчены. Командование сухопутных войск отказалось принимать на вооружение образец с автоматической пушкой. Но Благонравов проявил настойчивость и добился разрешения начать опытное производство машин. Вскоре события в Афганистане докажут правоту конструктора. В июне 1982 года советские войска провели в Панжерском ущелье крупную операцию. Десантникам и мотострелкам в ожесточенных боях удалось оттеснить маджахедов знаменитого Ахмад Шахмасуда и разгромить их базу. В последнем из ущелья вышел мотострелковый батальон Владимира Усманова. Во время короткого отдыха у подножья гора был устроен самодеятельный концерт. Для прикрытия комбат приказал экипажам нескольких экспериментальных БМП-2 остаться в машинах. Я помню там парень из Белоруссии исполнял песню из репертуара группы Битлз. Это как он только там запел Эй, Баби, Лоу, вдруг как начался такой обстрел. Видите, душманы увидели, что мы там импровизированы сцены, сидим, слушаем и испортили нам короче концерт. Но мы тоже разъярились там, испортили настроение. БМП-2 имела самый большой среди всех советских бронемашин угол возвышения пушки. Изначально это качество было необходимо для борьбы с вертолетами и низколетящими самолетами, но оказалось чрезвычайно важным в горах. Для поражения боевой техники и укреплений противника экипажи БМП успешно применяли полуавтоматические птуры второго поколения «Фагот» и «Конкурс». Стрелок должен был лишь наводить прицел, ракета сама корректировала свой полет. Это снайперская винтовка. У меня виртуозы были, форточки выбивали. В начале 80-х в Афганистан приехал главный конструктор СКБ Александр Благонравов. На научно-техническом совете один из командиров мотострелкового полка спросил, кто сделал БМП-2. Александр Александрович поднялся, ожидая упреков, но вместо них услышал аплодисменты. Офицеры рассказали Благонравову, что афганские моджахеды прозвали его машину Шайтан-Арбой. На фоне явных неудач БМП-1 руководство сухопутных войск не могло игнорировать успех БМП-2. В 1982 году, спустя 6 лет после своего создания, она была принята на вооружение. БМП-2 и ее предшественницы в начале 80-х стали ходовым товаром на международном рынке. Более 30 стран имеют сегодня на вооружении БМП-1 и БМП-2. Еще столько же ищут способы противодействия им. Самый оригинальный способ борьбы с боевыми машинами пехоты был изобретен в Африке. В Сьерра-Леоне партизаны охотились на них как на слонов. На дороге они вырывали глубокие ямы, сверху забрасывали их ветками и БМП проваливались в эти ловушки. Таким образом повстанцам удалось вывести из строя почти все боевые машины правительственных войск. Несмотря на мировой успех боевых машин, на Курганмаршзаводе в обстановке высочайшей секретности под руководством Александра Благонравова уже велись работы над принципиально новой БМП-3. У меня было желание такое сделать просто лучшую машину в мире в этом классе и сделать так, чтобы ее не могли догнать наши вероятные противники ну хотя бы в течение пятнадцати лет. Чтобы добиться этого Александр Благонравов полностью отказался от классической компоновки советских БМП. Силовую установку он перенес в корму и она стала противовесом мощной лобовой брони. Освободившееся впереди место заняли два пулеметчика и механик-водитель. Боевое отделение Благонравов превратил в двухместную башню для командира и наводчика. Сразу за ней он расположил место десанта. Но революционные идеи главного конструктора наткнулись на стену непонимания. На Благонравова посыпались обвинения в авантюризме. Разбирательство вышло на самый высокий партийный и правительственный уровень. Для служебного пользования 5 июля 1983 года Москва министру оборонной промышленности СССР Сергею Звереву. Считаю нецелесообразными работы производимые главным конструктором СКБ Курган-Машзавода Благонравов. Предлагаю запретить ему дальнейшие эксперименты и отстранить от должности главного конструктора. Заведующий отделом ЦК КПСС Игорь Дмитриев. Министр оборонной промышленности Сергей Зверев в отличие от партапарадчиков понимал, что добиться революционного скачка без нетрадиционного подхода невозможно. Он поддержал Благонравова и работа продолжилась. На ПМП-3 впервые в мире установили гидромеханическую трансмиссию. Благодаря почему новая машина получила удивительно мягкий ход, за что ее прозвали солдатским Мерседесом. Это, конечно, небо и земля. То есть здесь не нужно искать педаль сцепления, то есть не нужно выбирать какие-то обороты, здесь нужно просто чувствовать машину. В начале 80-х годов советские авиаконструкторы создали новые военно-транспортные самолеты «Руслан» и «Ил-76» грузоподъемностью 120 и 40 тонн. Поэтому военные выдвинули новое требование. Машина должна быть авиадесантируемой. Чтобы снизить вес БМП-3, в ней стали разработали алюминиевую броню. Это позволило выиграть полторы тонны. Появление, скажем, резерва веса по бронекорпусу дало возможность установить дополнительное вооружение на БМП-3, поставить более мощный двигатель. И все системы требуют веса. А кто этот вес дает? А вес дала только алюминиевая броня. БМП-3 задумывалась как единая машина для сухопутных войск и военно-морского флота. Поэтому на ней установили два водометных двигателя, как на плавающем танке ПТ-76. Сегодня БМП-3 единственная в мире боевая машина, которая может плавать при трехпальном шторме и при этом еще вести стрельбу. БМП-3 получила уникальный комп... Это машина уже другого поколения, уже современная машина. По вооружению большая плотность огня, две пушки стоят, которые и автоматическое, и 100-мм орудие. И, соответственно, два курсовых пулемета и один спаренный пулемет. Весной 1987 года новая машина была принята на вооружение. 1989 год. Советский Союз был на грани экономического кризиса. Правительство вынуждено было ввести талоны на сахар, топат и другие продукты. объявил о почти 20-ти процентном сокращении военного бюджета. Подготовка к серийному производству была остановлена, но акустарно делать такую машину это очень дорого. Уставший от бесконечной борьбы Александр Благонравов в 1989 году ушел с должности главного конструктора. Так уж случилось, что за создание самой совершенной боевой машины пехоты он так и не получил высшей награды, о которой мечтал всю свою жизнь. Вообще-то это секрет я выдаю. Ну, что там секрет? Мне, конечно, хотелось получить героя. Наградой выдающегося конструктора стала долгая жизнь созданных им боевых машин. БМП-3 до сегодняшнего дня остается самой совершенной в мире. 1990 год. Советский Союз разваливался на глаза. Резко обострились конфликты на национальной почве. 9 мая 1990 года в 45-ю годовщину победы состоялся последний военный парад Советского Союза. По личному указанию президента Михаила Горбачева по Красной площади прошли БМП-3. Их появление вызвало пристальный интерес иностранных разведок. Самой большой загадкой для западных специалистов было странное устройство на стволе орудия БМП. Западные эксперты во время парада посчитали его секретной лазерной пушкой. На самом деле это был устаревший танковый дальномер. В 1990 году оборонный комплекс страны уже разваливался и машины к параду готовились в спешке. Поэтому на орудие поставили то, что было под рукой. Впрочем, предположения иностранной разведки о лазерной пушке были недалеки от истины. Как стало известно из рассекреченных источников, еще в начале 80-х годов в Советском Союзе начались разработки сверхсекретного оружия против высокоточных снарядов и ракет. На БМП были установлены лазерные лучеметы. Обнаружив облучение машины лазером, по которому наводилось высокоточное оружие, прибор выстреливал в этом направлении мощный пучок света. Луч выводил из строя оптические приборы и полностью или частично ослеплял вражеских наводчиков. Лучемет был одинаково эффективен против расчета противотанкового комплекса, бронетехники и даже вертолетов противника. Лазерную пушку можно было наводить и вручную, сканируя наиболее засадоопасные зоны. В начале 90-х годов применение подобных лазеров было запрещено специальной конвенцией как негуманное оружие. Показ советских БМП-3 в 1990 году на военном параде привел к неожиданному результату. После захвата Кувейта иракскими войсками Объединенные Арабские Эмираты решили усилить свои бронетанковые войска современными боевыми машинами пехоты. В 90-м году меня вызвал министр обороны и сказал, что принято такое решение отправить четыре машины в Эмираты для того, чтобы провести там чартерные испытания. Вы назначаетесь руководителем этого отряда сводного. Эмираты всегда закупали западное оружие. Поэтому арабские военные сразу дали понять, что к БМП-3 будут относиться без всяких скидок. В течение первых нескольких дней машины должны были преодолеть две тысячи километров пустыни. Барханом. Вы представляете, что такое? Это вот если у нас есть сугроб снежный, да, то это песчаный сугроб. Но он гораздо выше, ну, сложнее его еще пройти. Это сплошной песок. И все же Аравийская пустыня покорилась советским машинам. Интересно, что накануне английский УАР и американские Брэдли не прошли этот маршрут и завязли в песках. Но настоящим триумфом отечественной техники стали стрельбы. Курировавший тендер арабский генерал Альяне после каждой поездки к мишеням приходил в Восток. Особенно его поразила точность лазерно-управляемых снарядов. К окончанию тендера даже противники БМП превратились в самых горячих ее сторонников. 19 августа 1990 года советских испытателей пригласил на официальную встречу президент Эмиратов Шейх Зайда Аль-Нагьяно. Объединенные Арабские Эмираты выразили готовность купить БМП-3 на очень выгодных для Советского Союза условиях. Но контракт едва не сорвался. Когда в приподнятом настроении группа испытателей возвращалась с приема, в машине посла раздался звонок. Он говорит и бледнеет. Шепотом говорит все заедем ко мне в посольство. Ничего не сказал по какому поводу. Заехали мы думали что отметим туда заедем. и вот он сказал шифровка пришла от БКЧП. Значит они предлагали поддержать БКЧП. Армия Арабских Эмиратов настолько хотела получить наши машины что не отменила контракт из-за событий в Советском Союзе. После провала Пуча договор был подписан. Это стало спасением для уникальной машины. Российская армия практически не закупала БМП-3. Но благодаря экспортному успеху завод сумел не только сохранить производство но и продолжить совершенствование машин. После первой чеченской кампании для защиты легкой бронетехники в Институте Стали была разработана динамическая защита воздействующая на кумулятивные боеприпасы контр-взрывом. На этих уникальных кадрах вы видите ее испытания. Благодаря защите выстрел из мощного станкового гранатомета оставляет на броне лишь небольшую выемку. В настоящий момент близки к завершению работы по созданию уникальной динамической защиты способной противостоять тандемным ручным противотанковым гранатам. Этот комплекс новый позволит защитить практически от всего известного на сегодня противотанкового оружия. Кроме того, на БМП возможна установка комплекса активной защиты «Арена», уничтожающего подлетающие снаряды зарядом картечек. Высокая защищенность, великолепные ходовые качества и колоссальный запас для модернизации БМП-3 легли в основу целого семейства боевых машин. Командирская БМП-3К с комплексом постановки помех штора, сбивающим вражеские ракеты с курса. Самоходная ПТРК «Корнет» и «Хризантема», поражающая любой самый современный танк. Машина разведки БРМ «Рыс», от зорких глаз которой не укроется ни одна цель. Самоходное артиллерийское орудие «Вена» с автоматизированным комплексом стрельбы, позволяющим произвести точный выстрел и еще до падения снаряда покинуть позицию. 21 век стал началом новой эпохи в истории вооружения. Толстая броня больше не может защищать от управляемых и высокоточных снарядов и ракетов. Поэтому большинство ведущих держав сворачивает массовое производство танков. Но солдаты по-прежнему нуждаются в защите от легкого пехотного оружия и поддержки огнем непосредственно на поле боя. Разработанные в конце 60-х в Советском Союзе боевые машины пехоты прекрасно справляются с этими задачами. Тем не менее, специалисты считают, что для них необходимо создать улучшенную защиту на новых физических принципах. Вы видите кадры испытаний электрической брони для английской БМП. Снаряд, попадая в нее, сгорает как предохранитель при замыкании. Боевые машины будущего должны вести боевые действия в любых погодных условиях и в любое время суток. Резко повысятся требования к интеллектуальным качествам БМП. Она сама за вас думает, с вами обращается в диалоговом режиме, а вам только нужно взять перекрестие, а потом нажать кнопку и автомат сопровождения подхватит цель и уже будет ее вести. Сам запросит свой чужой, замеряет сам дальность, ведет все поправки. И вам нужно будет только лениво нажать на кнопку, чтобы произошел выстрел. Вот и все. Важнейшим условием станет интеграция боевых машин будущего в сложное информационное поле боя. БМП будет получать данные разведки в реальном масштабе времени и обмениваться информацией со всеми видами боевой техники. Почти 40 лет с момента создания первой боевой машины пехоты Советский Союз был лидером в их разработке и тактике применения. До сих пор на Западе не могут создать аналога российской БМП-3. В последнее время более 2000 ее единиц было продано за рубеж. Парадоксально, что сегодня в России нет ни одной воинской части укомплектованной этими современными боевыми машинами. Впрочем, наши конструкторы уже разработали следующее поколение БМП. Будут ли они востребованы в российской армии, покажет время.